всем привет вы видите и слышите алексея халецкого и я хочу в этом выпуске мнение дилетанта поговорить с вами о протестах и их разгоне в москве за честный выбор сразу значит тем кто будет писать что на игровом канале не должно быть политики предупреждаю это видео о политике выключайте его не смотрите я иногда такие видео у себя на канале выкладываю потому что мне интересно и сами подискутировать почитать ваше мнение в комментариях но если вы только за игровой контент то лучше просто не смотрите выключите это видео и среди кантом фай сериал или прошлые стримы не насилуйте себя пожалуйста просмотром вот этого вот всего ужаса спасибо оставшимся 10 человеком скажу что у меня просили в комментариях высказаться по этому поводу ну у меня позиция очень простая но прежде чем перейти к ней давайте вкратце вообще что происходит а росгвардии мне кажется она просто делает свою работу вот если вы будете здесь стоять вас могут задержать в россии готовятся муниципальные выборы то есть это не в госдуму а типа там московскую думу там в питерскую думу и так далее и оппозиционные кандидаты подавали подписи за их под ночи вот сам факт того что существуют какие-то фильтры типа я для того чтобы пойти на выборы должен какие-то подписи собрать опять же для примера здесь в сша любой человек может участвовать в выборах те приходит вот такая толстая книжка с кандидатами и сейчас они там я какой-то дел например на последней странице по-моему это выборы губернаторы штата были или перещу такой чувак и там крат вкратце о каждом кандидате его программа это у одного чувака просто его фотка была никакой программы а в разделе почему вы будете хотите стать губернаторами было просто войну почему бы и нет то есть любой человек в стране ну там есть конечно ограничения по возрасту только это понятно но в принципе то любой человек имеет право баллотироваться почему почему я должен собирать какие-то вообще в принципе подписи если я хочу то есть я считаю что я могу попробовать сделать свой район лучший потом баллотироваться в конте районную праву или еще там куда-то зачем мне собирать подписи не проголосуют за меня люди не поработают для того чтобы за меня проголосовали все я не пройду что за проблема слишком много кандидатов будет или что все имеют право в стране вы в ней живете нету какого-то ну это мое мнение если мы говорим про демократию ну так вот отошел я опять в сторону все подписи за выдвижение в эти городские думы от оппозиционных все от всех оппозиционных кандидатов были отклонены под всякими выданы ну очень смешными предлогами например где-то в москве поменяли местами подписи одного кандидата и другого и сказали что они недействительны из-за этого в питере там что-то сейчас я прочитаю конкретно как было отказано в регистрации в связи с тем что кандидат не представил решение партии а его выдвижение кандидатом в этом округе на самом деле документ был представлен на чем имеется расписка а все просто комиссия не смогла найти этот документ потому что направила кандидату назад почтой прям положила в конверт и отправила а потом говорит что мы этот документ не нашли все в связи с этим отказано в регистрации да один из пример так как это было сделано очень все нагло прям вызывающая власть показала что нам плевать на ваши оппозиционные желания то народ вышел на митинге их радостно разогнали о сначала 27 июля входе не санкционированные акции омона росгвардия задержали по разным оценкам от 1074 до 1373 протестующих травмы получили 77 протестующих и пострадали два сотрудника росгвардии а вчера хотя нельзя как будет это видео смотреть 3 августа в москве на несанкционированные акции за свободные выборы полиция задержал тысячу одного человек и вот глядя на это все меня к протестующим нету ну никакого сочувствия что никакой эмпатии просто потому что власть в россии уже много раз показала что им плевать на мнение людей напоминаю что демократия она не о власти большинства до если большинство проголосовала за этого человека он становится президентом демократия это о том чтобы учитывались голоса всех так называемая репрезентать представительское правление когда вы делегируете какого-то человека представлять вас во властных структурах и он совершенно не обязательно должен представлять большинство и даже если большинство голосуют за какую-то партию то вы должны представить что другие люди голосовали за другие идеи и учитывать их мнение тоже это не значит что вы вы должны выполнять их хотелки тебя бы просто учитывать показывать что вы знаете что есть люди с другим мнением это если конечно у власти люди которые думают о стране стране много людей вы находите компромиссы проходят законы которые большему количеству людей делают лучше и так меняется жизнь к лучшему к худшему но это я такие общие вещи говорю в россии же власть хочет в первую очередь как можно больше денег загробастать себе улучшить свое материальное положение и в будущее не смотрит совсем у нее нету такой задачи в долгосрочной перспективе сделать жизнь в россии лучше поэтому и мы не нужны новые люди у власти надо удержать тот порядок который есть сейчас зачем им вообще в принципе что-то развивать ну давайте вернемся к нашим любимым пошаговым стратегиям когда вы что-то начинаете строить в городе как что будет строиться 10 ходов вы предполагаете что постройка этого чего-то улучшит положение вашей цивилизации в игре и поможет вам победить власти россии не видят своего будущего в россии все их дети живут учатся за рубежом и видит свое будущее именно там а россия как денежный мешок из которого они выкачивают эти самые деньги для своей хорошей жизни то есть это обычная плутократия это не демократия конечно не монархия я бы даже диктатуры не назвал диктатуры скорее в беларуси в россии конкретная плутократия по выкачиванию денег если у власти находятся мошенники воры плуты как угодно можно их называть которые ради себя действуют и это по-моему понятно уже давным-давно я не думаю что для кого-то из вас открываю секреты которые вам неизвестно если у власти мошенники почему митингующие думают что они с ними будут по-честному играть это знаете как сесть играть в шахматы с гопником вы будете ходить конем буквой г пешкой только вперед сон у вас будет ходить по диагонали а гопник возьмет фигуру и кинет вам в рожу и скажет ты чё тут чепушила вообще и скажешь он победил в шахматы точно так же вот этими во-первых сам факт что митинг должен быть санкционирован то есть мы хотим против вас протестовать можно можно вы нам разрешите против вас протестовать ну ладно сейчас вот эти эти митинги типа не санкционированы прошли очень смешные вот видюшки я сейчас буду вставлять на сайте вы критически относитесь к людям которые участвуют в этой акции как относитесь к действиям сотрудников полиции на мой на мой взгляд 10 сотрудников полиции я смотрю очень достаточно мягкие то есть не как в прошлом то есть я вижу что они пугают пугают забирают по одному чтобы многие испугались уши и избирать давайте с нами пройдем ну вот видеть депутаты прям прямом эфире сейчас это же интервью брали у людей которые поддерживают нынешнюю власть и говорят что эти митинги правильно разгоняют их в это время еще и забирали то есть я понимаю когда вы просто предупреждаете власть о готовящемся митинге просто для того чтобы там поддерживать порядок и задерживать людей которые действительно провокаторы которые просто пришли кому-нибудь морду побить мудаков везде хватает но разгонять митинг протеста это вообще странно а в данном случае мой главный посыл всего этого видео вообще даже ходить на эти митинги организовывать их уже странно потому что время митингов в россии прошло давным-давно как и в беларуси власть их вас не слышит ей пофигу на эти митинги и пофигу кто будет находиться в этих думах ну главное чтоб не вот эти оппозиционеры которые реально хотят какие-то там реформы делать менять и поэтому в россии к сожалению только два пути либо организовывать очередную революцию либо оттуда уезжать если вы действительно что-то хотите будущем поменять свои жизни как и в беларуси в россии уже просто приходят в думу там в правительство люди которых туда назначают они те которые как-то заслуживают это своими я не спорю тому могут быть и вполне кстати вменяемые люди которые умеют что-то делать но в общей своей массе там просто те люди которые совсем соглашаются и не вылазят которые не тянут одеяло на себя не поэтому все нынешние российские оппозиционеры не вызывают доверия по той простой причине что я уверен что они умные люди явно умнее меня и прекрасно понимают что в нынешней ситуации мирным путем изменить что-либо в россии уже нельзя то есть это просто имитация деятельности это имитация оппозиционной борьбы имитация того что вы можете на что-то повлиять и в это вовлекать очень много людей давать им какую-то ложную надежду на то что митинг может что-то изменить зачем в чем мы виноваты мы домой хотели идти нас не пустили в азербайджан и в чем я виновата это как-то делает вас лучше чем другие граждане особенно а почему вы показываете билет потому что я хочу взять своего мужа домой я знаю чем это заканчивается в эти дни за что задержали вашего мужа мы хотели домой перейти в дорогу все вы не участвовали в процессе нет раз мы с вами играем в стратегические игры давайте вообще относиться к этим протестом стратегически то есть для чего это делается я вам всегда в гайдах по циве я говорю что вы что-то делаете что-то строите исходя из того что в будущем это вам даст для чего вы это делаете на там строить все подряд все там клетки обрабатывать надо что-то сделать сейчас важное что вам принесет в будущем плюс тут получается ваших кандидатов не допускают к выборам на на таких надуманных предлогах то есть уже власть использует свой ресурс чтобы обманывать чтобы играть не честно в чем тогда идея этих митингов чтобы показать власти что мы против этого так господи она и так в курсе кому показать другим людям вокруг что мы против этого зачем зачем другие люди вокруг видят что вы выходите вас бьют дубинкой по голове и вы ничего не добиваетесь это деморализующая штука на самом деле даже если были бы какие-то сторонники которые хотели бы что-то поменять то глядя на то как вы бездарно митингуете не добиваясь абсолютно ничего этих сторонников теряете это банальная штука это только снижает накал протестного движения любого нынешние лидеры российской оппозиции они ну у меня два варианта либо они просто не хотят что-то менять в той ситуации который сейчас находится они лидеры оппозиции они получают с этого какой-то профит и возможно им даже нравится себя чувствовать такими борцами с режимом а если это все закончится они там победят на выборах и благополучно через пять лет проиграют и уйдут и все на них политическая карьера закончится либо они просто ну не понимают нынешнюю ситуацию в чем чего конечно же нет я думаю что это умные люди которые все прекрасно понимают то есть нужны новые лидеры на самом деле русская позиция и это уже будут люди которые не на митинге будут призывать а будут призывать убивать милиционера взрывать все вокруг то есть будет начинаться постепенно террор ну потому что иначе нынешняя власть не дает возможности людям высказывать свое отношение к ситуации она не говорит о том что мы видим это все понимаем мы вас услышали будем там стараться как-то это исправить что-то сделать потому что как я уже говорил плутократии это и не надо плутократии надо заработать как можно больше денег можно больше выкачать их из страны естественно при этом стараясь поддерживать экономику на каком-то уровне чтобы крышку чайника совсем не сорвало и такой ситуации как мир в советском союзе не будет то есть вот этой бархатной революции начала 90-х не произойдет потому что экономического коллапса тоже не будет не будет этого перехода от плановой экономики к рыночной экономика россии довольно устойчиво у власти находится не совсем уж рвачи которые наворовать все что только можно а дальше хоть трава не расти и не такие идиоты как венесуэля доведшие страну до запредельной инфляции так что впереди много лет стагнации когда оппозиция в россии собирает какой-то митинг в первую очередь возникает вопрос зачем время митингов закончилась после болотной площади когда власть сначала показала что она не слушает людей которые участвуют в каких-либо протестах то есть она их считает врагами она просто показывает что оппозиция это враг конкретно а потом и начала разгонять эти митинги поэтому собирать и проводить какие-то мирные митинги сегодня в россии это просто обычная трата времени а для наблюдающих за всем этим деморализующий эффект для тех кто хотел бы каких-то протестах участвовать нынешние оппозиционные лидеры вообще все практически просто изображают имитацию деятельности изображают деятельность они имеют какого какой-то план по изменению ситуации в россии алексей навальный несомненно хорош своими исследованиями фонда борьбы с коррупцией кто там что наворовал это в дальнейшем можно будет использовать когда власть смеется чтобы проводить судебные процессы но у него нету никакого плана и как у кого-либо из оппозиции по изменению существующего порядка ну серьезно что чит идти на выборы к этим жуликам то есть у власти жулики вы вы знаете что жулики вы об этом говорите что они жулики но почему-то вы сами против них действуете честными методами то время как они против вас продолжают быть жуликами вы не идиоты случаем вообще конечно нет это просто люди прекрасно понимают что так и происходит продолжают имитировать оппозиционную деятельность поэтому я жду новых лидеров в россии они придут они появятся точно другой за что они будут кровавыми они начнут террор может конечно не в таком масштабе как это было век назад то что сейчас другая другой мир другое другое время как-то по-другому вот я не знаю как это будет время митингов прошло время выборов прошло время участия в выборах оппозиционных кандидатов прошло это трата сил траты ресурсов в никуда я думаю среди зрителей этого видео есть и сторонники владимира владимировича путина и существующего режима в россии он поднял страну с колен сейчас лучше чем когда бы то ни было возможно это же даже наверное не буду с этим спорить проблема в том что развития нету в дальнейшем то есть если было может быть в начале было благом вот приход путина к власти там в начале двухтысячных то то что он за нее держится не отдает и использует не во благо стране во благо себе ну ладно это можно хорошо это можно дискутировать но отсутствие смены людей у власти это несомненный минус нету положительных примеров такой практике всегда это приводит к проблемам потому что это будет потрясением к этом с путиным что-то случится например это смена всей систем это будет потрясение ну и кроме того опять же как стратег вы уж извините как цивилизатор в долгосрочной перспективе я не вижу развития россии молоточки не вырабатываются наука не движется начинаем отстая отставать а там соседние цивилизации вылетают в космос и туризму побеждают да и дипломатии давят во все в общем вот такое у меня отношение к прошу к прошедшим протестом ваше мнение я с удовольствием почитаю в комментариях единственно опять же пожалуйста пишите вежливо я просто даже не читаю комментарии если идет какой-то наезд или оскорбление то есть вы не добьетесь того чего вы хотите донести свою мысль если вы хотите действительно высохнуть свою мысль то пишите это вежливо и спокойно я понимаю что тема но хотя с другой стороны я не знаю почему людей это так задевает я могу со своими знакомыми о политике нормально разговаривать даже с с разными взглядами на нее что и вы так постарайтесь точно так же действовать спасибо что досмотрели до конца вы видели слышали алексея халецкого всем пока